Уважаемые телезрители, сегодня суббота, 29 марта, московское время 23 часа 12 минут, и мы начинаем прямую трансляцию второй игры весенней серии «Что, где, когда» 2014 года. Сегодня против телезрителей играют обладатели «Хрустальной совы» Юлия Лазарева, Михаил Скипский, Равшан Аскеров. Двухкратные обладатели «Хрустальной совы» Елизавета Авдеенко и Дмитрий Авдеенко. Обладатель «Бриллиантовой и Хрустальной совы» Балаш Касумов, капитан команды. Против команды Балаша Касумова сегодня сыграют Капитолина Буняшина, Советск, Ирина Владимирова-Шадринск, Олег Красночев, Вольногорск, Сергей Чевдарий-Ячевск, Сектор Блиц, Рамила Гусейнова-Русский «Октаж», Анна Ерелина-Сугаш, Роза Байбурзина-Бузулук, Сектор Супер Блиц, Татьяна Пирьянова-Октабе, Александр Исаенко-Москва, Марина Таргунова-Тюбинген, 13-й сектор. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители играют против знатоков. Как всегда до 6 очков, счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Косумов, добрый вечер и вам. Добрый вечер. Скажите, вам понравилась игра «Новичков» в прошлую субботу? Очень понравилась, господин Косумов. Какие у вас впечатления? Самая положительная, господин ведущий. Очень яркая команда. Искренне это самое главное. Балаш, ну вы понимаете, что так постепенно вы превратились в команду старожилов клуба? Вы команда Мухина и резерв главного командования команда Виктора Сиднева. Все остальные команды – новички двух последних сезонов. Вы ощущаете себя в новом статусе, Балаш? Пока нет, господин ведущий, но поработаю над этим. Ильичевск? Ильичевск. Против вас играет политолог Сергей Чевдарь. Сергей – самый активный телезритель двух последних сезонов. Это его уже десятый вопрос с апреля 2012 года. А сейчас, господин Косумов, внимание. Блеро на черном ящике. В черном ящике находится то, что с 18 века французы называют тем же словом, что и барсука. Блеро. Внимание, вопрос. Что же в черном ящике? Назовите его по-русски. Не пуанс. Не пуанс. Моя цвета. Моя цвета. Белая, черная, белая. Черная, белая. Жабон. Что-то пушистое. Оно вытеряется. Еще у него хвост. Барсук копает в нарежье. Нет, почему-то нам показали это. Значит, нам надо... Как это называется? Женское. Воротник женский. Что у него? Что у него есть? Очень мягкое, пушистое. Помазок? Помазок? А почему с 18 века? Помазок раньше. Черная, белая. Парик появился. Может быть, парик. Воротник женский. Как это называется? Жабон. Жабон. Парень не по-русски. Жабон. Парень не по-русски. Воротник женский. Ну и что? Черно-белая. Маска. Маска какая-нибудь. У него маска. Он инородным телом смотрится здесь. Понимаешь? Вот эта голова, она инородно смотрится. Маска какая-нибудь. Какой-то спортивный снаряд. Маска? Маска? Ну вот, которая вот такая. Ну, пудра. Акция? Боже. Как-как? Раскрывай. Вот так. Итак, господин Касумов. Что же в черном ящике? Назовите его по-русски. Маска. Его. В черном ящике. Галстук. Галстук. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Касумов, мне кажется, что вы хоть и переходите в ранг опытной команды, но собирались отвечать Маска при вопросе «назовите его по-русски». Не правда ли? Ну вот, не ответили в итоге Маску. Не ответили. Но в течение минуты у вас была правильная версия. Правда, Михаил Скипский резонно, не совсем резонно заметил, что это было намного раньше. Смотрите. Шерсть у барсука. Плотная и мягкая. Из нее можно сделать. Откроем черный ящик. Как говорила Елизавета Авдеин, как помазок для бритья. С 18 века господин Скипский по мазке из барсука считаются лучшими. Мягкие и отлично впитывают воду. 1-0 в пользу телезрителей. 50 тысяч рублей от Банка Москвы получит Сергей Чевдаш. Поздравляем Сергея. Очередной его выигрыш. Интересно знатоков. Сегодня защищает директор департамента коммуникации госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин Верхович. На прошлой игре вам было легко. По-моему, все, включая ваших оппонентов, то есть меня и господина Верхошинского, сами защищали команду новичков. Вам, в принципе, можно было ничего не делать. Ну, я думаю, что сегодня тоже господин Верхович будет, как всегда, принципиально высказывать свою точку зрения. Я, кстати, хочу его поблагодарить за это, потому что он не всегда остаивает интересы телезрителей в чистом виде. Он как-то объективно старается давать свои оценки. За что ему согласиться? Ну, господин Новиков уже представил нового защитника интересов телезрителей, вице-президента Банка Москвы Владимира Верховича. Добрый вечер. Добрый вечер. А вам не кажется, что мы с вами в прошлую субботу были чересчур благотушными? Да нет, господин Верхович. Мне кажется, все было справедливо и интересно. Но в итоге знатоки выиграли 6-3. Что уж тут интересного может быть для нас с вами? Нет, ну, я как защитник интересов телезрителей, конечно, переживаю, когда телезрители проигрывают. Но, с другой стороны, когда счет крупный, то и крупная сумма уходит на призовой фонд финальной игры года. В прошлой игре, например, аж 270 тысяч рублей перешло в призовой фонд. И сегодня эта сумма больше 870 тысяч рублей уже. Это после одной игры? Да, после одной игры. Да, на 671 тысяча 390 рублей в призовом фонде уже. Ну что ж, то есть, посмотрите на Кашиске, не хотите ли вы сказать, что давайте мы проиграем все отборочные игры 6-1, а потом крупно выиграем финал? Нет, нет, для начала хватит уже, проигрыш есть. Достаточно. Да, на выигрыш. Второй раунд. 13.tvigra.ru По этому адресу в интернете во время прямого эфира вы, уважаемые телезрители, можете присылать вопросы в 13-й сектор. И когда волчок укажет на 13-й сектор один из ваших вопросов, я задам знатокам. На прошлой игре произошел сбой, и 13-й сектор мы не сыграли. Надеюсь, сегодня нас интернет не подведет. Ну что, господин Косумов, не выбил у вас первый вопрос пока? Нет. Нет? Это хорошо. Для нас, господин Верхошинский. Русский октаж. Да. Против вас играет студентка Рамила Гусейнова, поселок Русский октаж, Республика Татарстан. Внимание, монета! Господин Скифский. В 1970 году Королевский монетный двор Великобритании прекратил выпуск таких шестипенсовых монет. Однако, в 1993 году один англичанин, имеющий отношение к королеве, попросил выпустить еще одну партию подобных монет, но напечатать вместо Елизаветы Второй свое собственное изображение. И эта просьба была исполнена. Внимание, вопрос. Какое отношение к королеве имел этот человек, и для чего он попросил эту партию монет, вы должны ответить через одну минуту. Гитарист группы «Квинн», группы «Квинн», Брайан Бэйн, наверное. Вот королева «Квинн». Медиатор, наверное. Медиатор. Медиатор. Я точно помню, что ты гитарист. У группы «Квинн», группы «Квинн», я не помню. «Квинн», очень сразу. В 1993 год? Нормально, да. Он до сих пор играет. Да, да, да. Играл, играл, играл. Да, да, да. Что дальше? Но… Ну… Ну… Хорошо. Хорошо. Другой какой-то гитарист. Послушай, другой гитарист, допустим. Другой гитарист. У меня фамилия не помню. Сэр какой-то он, допустим. Или кто-то еще. Сэр полвакуа. Нет, это хуже. А вот это… Отношение к королеве лучше. Музыканты, конечно, группы «Квинн». Какое отношение к королеве и для чего он смотрит? Да, я… Да, да. Господин ведущий. Вы готовы отвечать, прошу вас. Михаил Скипский попробует. Прошу вас, Михаил. Наверное, отношение к королеве этот человек имел такое, что играл в группе «Квинн». Видимо, это Брайан Мэй. Если это гитарист, то использовал он эту монетку как медиатор. Собственно, вот, когда у него кончились медиаторы, он попросил выпустить новую партию, чтобы продолжать извлекать тот оригинальный звук, которым славится. Смотрите на экран. Выпустили монеты с изображением Брайана Мэя. Один-один. Михаил Скипский реабилитировался. Третий раунд. Звонин Касумов. В прошлом сезоне вы хорошо сыграли летом, но потом в финале осени проиграли со счетом 6-5. Причем в решающий момент Волчок выбрал вам не вопрос о таракане в бегах, с которым вы наверняка справились, а Супер Блиц, который вы успешно проиграли. Причем вы уже проиграли 8 Супер Блицов подряд, несмотря на то, что я упорно предлагаю вам оставлять на Супер Блиц девушку. Я говорю, но вы меня не слушаете и не слушаете. А есть гарантии? Гарантии нет, но мне кажется, что вот пока страх девушки не преодолеют, они говорят, что мы боимся. Вот пока Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. И чтобы заработать очкозно, такие должны ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Дмитрий Криничанский из Старого Оскола спрашивает. В какой стране находится клуб любителей йоги, рекламный плакат которого вы видите на своих экранах? Австралия. Нога и спина Австралии. Господин ведущий отвечает Михаил Скипский. Прошу вас, Михаил. Мне кажется, что это Австралия, и ее контур явно виден между ногой, рукой и спиной барышни. Рука и нога девушки образуют фигуру, которая напоминает контуры Австралии. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Надия Себогатулина из Иваново интересуется, какую услугу рекламирует этот плакат шведских дизайнеров. Подметки менять? Отпечатки пальцев? Нет, это обувь. Это след ботинка. Вы чего? Ну и что? Слушайте, может изменение отпечатка пальцев? Нет, нельзя менять. Чтобы ты не наследил как-то, или наоборот, наследил, чтобы ты не видели. Он индивидуальный, что-то индивидуальное. Часто индивидуальное. Часто индивидуальное. Кто отвечает? Тишина, кто отвечает? Дмитрий Авдеенко. Дмитрий Авдеенко. Прошу вас, Дмитрий. Мы предполагаем, что так же, как и отпечатки пальцев каждого человека индивидуальны, данная услуга предлагает индивидуальный пошив обуви. А теперь, внимание, правильный ответ. Этот плакат рекламирует индивидуальный пошив обуви. Ребят, один вопрос, 20 секунд. Ребят, важно очень взять. Давайте. Итак, решающий третий вопрос. Гульдесте Талегенова из города Атерау интересуется, что хотели сказать авторы этого рекламного плаката одного из ресторанов в Бразилии. Есть молекулярная кухня. Полезная еда? Молекулярная кухня? Может, полезно, что на рыбу пахло, там не на рыбу. Все вручную. На разделочной доске, да. Есть такая штука, как молекулярная кухня. Что такое мясо? Все, что на четырех ногах там? Все, что на четырех ногах, нет? Мясо. Тишина. Кто отвечает? Не трогаем. Итак, кто отвечает? Балаш, кто отвечает? Господин ведущий. Отвечает? Дмитрий Авдеенко. Дмитрий Авдеенко. Итак, Дмитрий, что хотели сказать авторы этого рекламного плаката одного из ресторанов в Бразилии? Они хотели сказать, что на этой доске разделывается только то, что имело четыре ноги. Давайте посмотрим на экран. А зачем это? Вы пойдете в ресторан от этого? Ну, сейчас на многих продуктах пишут, что они содержат сои. В данном ресторане все из натурального мяса. Внимание, правильный ответ. Дмитрий, разделочная доска и массажер. Это массажер. Это массажер. Им массируют. Авторы этого плаката утверждают, в этом ресторане госпожа Авдеенко самое... Мягкое мясо. Мягкое мясо. 2-1 в пользу телезрителей. 60 тысяч рублей отправляются в Ульдис Теселегеновый из Аперау. Итак, команда Балаша Косумова проигрывает пока телезрителям 2-1, и мы начинаем четвертый раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что команда знатоков получает право сыграть в следующей серии, если одерживает победу над телезрителями. При поражении команда опускается на последнее место в рейтинге команд и в следующей серии не играет, а ее место получает первая по очереди команда. И сейчас первая по очереди команда Виктора Сиднева. Господин Сиднев, добрый вечер. Добрый вечер. Если проиграет сегодня команда, то вы получите право сыграть в летней серии. Когда? В первую игру. В первую играть. Ну, первую, ну, там посмотрим какую игру. А вам важно сыграть в летней серии или смотря какую игру? Дело в том, что у нас Борис Левин отбывает на чемпионат мира по футболу. Ну, сыграем без него какая проблема. Тюбинген. Против вас играет переводчик Марина Таргунова, город Тюбинген, Германия. В тринадцатый раз против знатоков играет Марина и уже в пятый раз команды Балаша Касумова. Пока ваш личный счет с Мариной, господин Касумов, 2-2. Посмотрите на экран. Это здание было построено в 2003 году в Голландии. Каждые 20 лет его стены будут перекрашивать на 1 тонн светлее. Внимание, вопрос. Что находится в этом здании? Теплоэлектростанция, мусорная. Да. Ну, как знаешь, на потепление всемирное. Глобальное потепление. Метеостанция. В Голландии что это? Тильфаны. Тильфаны. Тильфаны, может быть, да? И вот на тепловизоре, на тепловизоре самые горячие, они вот красного цвета. А, то есть, подождите, необходимость отпадет. Вы это имеете в виду? Нет. Нет. Глобальное потепление, вот. Рожать будет. Нет, на тепловизоре, да, самое горячее. Что такое тепловизор? Неважно, что такое, что там находится? Вот теплостанция, она будет все время меньше и меньше отводов. Внутри что находится? Из-за чего, Миша? Из-за глобального потепления? Почему в третьем году? Нет, все лучше и лучше быть в технологическом процессе. Меньше, меньше потерь. Что? Аэропорт? А зачем меньше? А зачем? Вот с каждым годом. Может, цикология? Цикология и трубы, да. Вентиляция, мусорный залог. Цикология и это глобальное потепление. Объединить, что мы... Обсерватории, солнце, когда живут. Объединить. Станцию метро, может быть потепление? Тишина. В зале тишина. Господин Косумов, кто будет отвечать? А... Михаил Скифский попробует. Прошу, Михаил. Что же находится в этом здании? Господи... Ну, слушайте, обычно такого ярко-красного цвета это что-нибудь... Ну, в общем, оно становится все время светлее и светлее. Не все время, а каждые 20 лет. Ну, то есть, это какой-то прогноз на будущее, да, который связан с глобальным потеплением, наверное, да? Вот... Вы меня спрашиваете? Я пытаюсь, как это... Сам с собой разговаривать. Или уже поздно. Наверное, там находится, скажем, мусоросжигающий завод и, соответственно, все меньше и меньше мусора будет, соответственно, он будет все чище и чище, и вот рано или поздно будет стремиться к белому цвету, например. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господа, вы обратили внимание, что еще в этом здании нет окон и дверей? Да, конечно. Да? И каждые 20 лет оно будет перекрашиваться на тон светлее. Оранжевый цвет опасности, а будет все менее и менее и менее опасным. Чем же вас так пугает господин Аскеров электростанция? Ну... Ну что же страшного? Это хранилище радиоактивных отходов. 3-1. Господин Скифский, слово «отходы» вы говорили во время обсуждения, но вот на радиоактивных не додумались. 70 тысяч рублей Марине Таргуновой в Тюбинге. Пятый раунд. Уважаемые телезрители, в отборочных играх весенней серии команды Бориса Белозерова, Балаша Касумова и Олеся Мухина борются за право сыграть в финале летней серии. Если через неделю команда Олеся Мухина одержит победу, то это право получит она. Если же проиграет, то команда Балаша Касумова завоюет право сыграть в финале летних игр. Если же обе проиграют, то в финал попадёт, Слушайте внимательно, команда «новичков» Бориса Белозерова. Господин Белозеров, как вы себя чувствуете? Замечательно, господин Морчевский. Нам очень жаль, что мы не могли помочь команде на этом вопросе, потому что мы придумали правильно. Вы придумали правильный ответ. Мы очень хотели им помочь, но, к сожалению, не будет. Но вы интеллигентные люди, вы, в отличие от господина Борчевского, ногой по креслу не стучите, когда знаете. У меня это просто нервное. Итак, Сугаш. Покажите, давайте стол. Покажем Сугаш. Против вас играет Анна Ерелина. Село Сугаш. Республика Алтай. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. В республике Алтай при раскопках Базарыгского кургана, относящейся к 4-5 векам до нашей эры, среди прочих вещей была найдена женская обувь, к подошве которой были приделаны камни перита. Вопрос. Для чего были приделаны камни перита к подошве обуви? Вы поняли вопрос? Ну да. Для чего были приделаны камни перита к женской обуви? Еще не искать. Прошу. Перит, это железо. Перит, это железо. Они богатые, да. Да, они меня искали, искали, находили. Если можно было найти, то испоказывали, то есть следы, да. Более глубоко, более глубоко следы, которые на жертвы, да. Да, кто сделал это? Что? Дети, домашние хозяйства уже есть. Они за водой хотели. Огонь, огонь добывать нет, что-то для хозяйства, что-то для кухни. Да, нет? Если, если они, чтобы они скользили, тогда вот к чему-то можно привязать. Почему? Это не на жертвы. Что делает это на жертвы? Ну, готовить еду. Ребенка могут найти живого по этим следам. А мужчину искать не надо? Нет. Какие-то растения. Потому что она сдает тебе вода. Какие-то растения ей дают, понятно? Нет? Она сдает тебе вода. Национальную одежду. Ты вот что имеешь в виду? Чтобы он мог ее найти? А можно отсохнуть просто. Ну, отсохнуть просто. Потому что видно, что слышно, что женщина идет. Слышно, что идет женщина. Чтобы найти жену. Она пропадет. Чтобы жена никогда не была незаметной. Она еще не ждала. Итак, все. Тишина. Тишина. Господин Косумов, для чего... Кто отвечает? Дима Авдеенко. Господин Авдеенко, для чего на женской обуви были приделаны к подошве камни перита? Ну, во-первых, такая рифленая подошва, она позволяла устойчивее себя чувствовать на разных поверхностях. И при этом... Без во-первых. Индивидуальный рисунок оставлял следы, по которым, в том случае, если муж хочет найти свою жену, по следам ее найти. Ну, это, во всяком случае, симпатично. Ну, да. Она не скользит и оставляет индивидуальный отпечаток. Да. Нет, ну, не скользит. Тогда бы и мужчины носили. Потом камень все-таки скорее скользит, согласитесь, чем не скользит. Ну, редно выбираете. Ну, что? Внимание, правильный ответ. Уважаемые знатоки, и особенно Юлия Лазарева и Елизавета Авдейенко. Вы где? Ответьте мне, уважаемые Лиза и Юля, для чего вообще женщинам нужны камни? В принципе, любым женщинам камни для чего? Для украшения. Для украшения. А я что-то новое спросил? На подошве. Что-то... А вот для чего украшения на подошве, вам и надо было бы придумать. Внимание на экран. Ответ. В древности алтайская женщина в эту и во время обряда сидела на корточках. Так как подошва была на виду, блестящие камни перита являлись украшением. Ну, не на корточках, конечно, а на коленях. Но женщинам вообще все нужно для украшений. Правда, Лиза? Нет. Ну, во всяком случае, алтайских. 4-1. 80 тысяч рублей получит Анна Ерелина из села Сугаш, Республика Алтай. Поздравляем вас. Все нормально. Господин Уткин, я видел в зале Василия Уткина. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Я очень рад видеть вас в этом зале, наконец, после долгого отсутствия. Василий, скажите, вы пришли поболеть за команду Касумова? Да, я пришел поболеть за команду Касумова. Именно потому, что я ее воспринимаю уже как команду старожилов. Василий, ну, вы воспринимаете старожилов. А я помню, как 6 лет тому назад вы мне специально позвонили и сказали про команду Касумова, что за этих ребят будут болеть. Такое впечатление они на вас произвели. Ну, в том, за кого будут бореться, я немного понимаю по основной работе. Но ваши слова, во всяком случае, оказались пророческими. Как вы считаете, как, вот что им нужно сделать? Вот понятно, что они в каком-то стопоре находятся. Не знаю, просто немножко повезти. Вот и все. Я помню, как мы однажды выиграли игру со счета 1-5. Вот, и для этого потребовалось завести Равшана. Завести Равшана, вы умеете? Сейчас уже нет. Господин Борщевский. А я знаю, что вы, в свою очередь, всегда давали предпочтение Касумову о команде Олеси Мухина. Но вы всегда говорили, что Илья Новиков, вы всегда болеете за Илью Новикова. Нет, я болею за Илью Новикова, я всегда болею за Лизу Авдеенко. Поэтому у меня здесь, так сказать, по командам сложно. У меня есть любимые игроки, это правда. А любимая команда у вас Михаила Борщевского, это я понимаю. Она все время разная, поэтому... Нет, мне кажется, что команде сейчас... Вот команда привыкла побеждать. Первый просто не лег, второй не лег. Вот, и мне кажется, что я в данном случае солидаризируюсь с вами. Девушки должны быть поактивнее в этой команде. Мне тоже кажется, что они как-то потерялись. Ну что ж, благодарю вас, господин Борщевский, шестой раунд. Лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». «Росатом» — корпорация знаний. А определять, кто лучший будет — Сергей Новиков. Сергей, в прошлом году вы вручали «Хрустальный атом» Юлии Лазаревой и Дмитрию Авдеенко. Означает ли это, что на этой игре вы в первую очередь будете выбирать из оставшихся, из тех, кто не получал приз? Ну, по крайней мере, пока такие соображения, да, есть. Есть. Господин Аскеров, скажите, как вас завести? Если бы я знал, я бы уже завелся. Бузулук. А там еще суперблиц светит, поэтому надо что-то делать с Бузулуком, господа. Против вас играет Роза Баймурзина, город Бузулук, Оренбургская область. Послушайте отрывок из поэмы Андрей Князь Переяславский, русского писателя, декабриста Александра Бестужева. Как лебединое крыло, И грустен путник ясноокий, У ног колчан, В руке весло. Внимание, вопрос. Процитируйте первую строку этого четверостихи. Белеет парус одинокий. Да, похоже. Да он его взял. Точно, точно, он взял убеслуживание. Я не знал. Ну, это правда. Он взял убеслуживание. Убеслуживание. Отвечаем? Да, да, да. Да, да, да. Как видно, наверное, крыло. В руке весло нормально. Господин ведущий, отвечает Михаил Скипский. Прошу вас, господин Скипский. Белеет парус одинокий. А теперь, внимание, правильный ответ. Свою знаменитую строчку Лермонтов позаимствовал из поэмы Бестужева. Белеет парус одинокий, как лебединое крыло. И грустен путник ясноокий. У ног колчан в руке весло. 4-2. Михаил Скипский. Уже второе очко приносит своей команде. Михаил, можно продолжать? Вы в боевом состоянии? Да, вполне. Седьмой раунд. Скоро знаю. Господин Козумов, ну что ж вы минуту-то не сэкономили? Ну даже пауза была. Вот даже меня помощник руку занес. Нажимать, не нажимать, вы все равно молчите. Что с вами такое? Если я не ошибаюсь, Михаил сказал это одновременно с... Нет, 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 точно ошибаетесь. Ну, значит не первый раз за сегодняшний вечер. Балаш, вас что-то выбило из колеи, что? Нет, на самом деле, как бы, нас ничего не выбивало из колеи. Девочки сегодня играют очень хорошо. Это в наших... Девочки играют хорошо, мальчики играют хорошо. Счет 4-2 в пользователей зрителей, все прекрасно. Октабе. Все, давайте дальше. Играем. Против вас играет Татьяна Пирьянова, город Октабе. Запишите. Первая строка. 10, 5, 7, 3, 2, 2, 3, 7, 5, 10. Вторая строка. 9, 6, 8, 4, 1, 1, 4, 8, 6, 9. Внимание, вопрос. Назовите профессию людей, которые знают эту последовательность чисел наизусть. Это зеркально, получается. Телефанисты, с железной дорогой что-нибудь связано. 5, 7, 3, и 5. Отчет времени, обратный отчет, например. Похож на обратный отчет? Везде уменьшается. Везде по 5 чисел. Да, по 5. 5 и 5. Чего-то у нас 5. 5 и еще 5 таких же. Акулисты. 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 Акулисты, действительно. А там сколько? Нет, а почему? Там же другие таблицы. Там не совсем. Вот там, может, и цифры есть, например. У кого еще есть? Хорошо. Дальше, давайте обсудим. Чего еще 5? Почему сокращается? Вот на песочные часы, допустим, похоже. Что это означает? Разница с майонезом? 5 между ними. Ну что, берем помощь? Да, конечно. Что еще может быть? Ребята, давайте, время еще есть. Если буквы. Акулисты. Да, у нас версия. Итак, кто отвечает? Господин ведущий, мы хотим попросить помощи клуба. Помощь клуба. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде Балаши. Косумова. Понятно. Стоматологи, можно сказать. По пять. Почему? Их по пять. Бесят на десять? Их по пять, почему стоматологи-то? Ну, можно ли в том, что это может быть? Они ухо проверяют, по вторым. А, как в инкомате. Вот степень зернова. Ну, как типа для стоматологи. Стоматологи или авталлоги? Это график, это график. Что? Все, 20 секунд закончились. Стоматологи или автальмологи здесь. Итак, господин Косумов, отвечайте. Итак, Юлия, что вам подсказали? Было очень шумно. Если можно, скажите, а потом ваш ответ. — Подсказывали различные медицинские профессии, в частности, кардиологов. Была версия про то, что, может быть, это как-то связано с колоколами, с колокольным звоном. Давайте предположим, что профессия этих людей — врачи. — Я бы попросил вас все-таки уточнить ваш ответ и объяснить, что означают эти цифры. — Тишина в зале. Кто разговаривает? — Предположим, что это стоматологи. — Стоматологи. А что это за цифры? — Ну, что они означают? — Ну, они обозначают зубы. — Зубы. Дальше не спрашивайте? — Нет. — А теперь, внимание, правильный ответ. — Первая строка, вторая строка. Их еще кто нарисовал эти строчки? — Ну, у меня они тоже записаны. — Ну, вот покажите у Юли, как они записаны. — Кто-нибудь из операторов дотянется. — Так. Запятую я вас просил ставить, Юля? — Нет, не просили. — Не просили. Как еще эти две строчки можно назвать? — Палендром и перевертываем. — Да не в этом смысле. Можно первая, вторая, а можно... — Не, нижняя. — Вверх. Так, я с Юлей, если кто-то будет вмешиваться, кто аскеровать, сейчас заведу вас. Эти строчки в начале минуты обсуждения, Юля. Балаш Косомов сказал, ребят, они симметричны. В верхней строке по краям десятки, смотрите на картинку, далее пятерки, семерки, тройки и в центре двойки. Наверху двойки в центре, а в нижней единички. Ну ж ладно, посмотрите. Это порядок появления у детей молочных зубов. Всего их двадцать. Наизусть эти формулы знают стоматологи. Господин Косомов, Балаш, у вашего младшего, у Джавада, сколько зубов уже? — Господин ведущий, уже много, честно, к моему стыду не знаю, насколько точно, но много. — Много. Господин Аскеров, а у вас тоже двух. Двух-летний сын. — Нет, да, у него уже все, но после, когда Эльман сказал, что это стоматолог, я вспомнил, что действительно зубы называются десяткой, двойкой, шестеркой. — Ну, у взрослых людей десяток нет, это какие-то крокодилы. Но счет 4-3. Телезрительница Татьяна Перьянова из Актобе получит от Банка Москвы компенсацию 90 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Восьмой раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите в этом году сыграть против знатоков, присылайте свои вопросы по электронной почте адрес вопроссобакатвигра.ру либо по почте 127-427-Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Жду ваших вопросов. Звоним Косумов. А вы успели вообще заметить, кто подсказывал стоматологи? Это чья версия была? — Команда Олесь Мухин-Эльман и Илья и Эльман. — А почему? Ну, объясните мне, пожалуйста, Балаш, вот вашу психологию. Вот вам подсказывают, вы слышите стоматологи, и, тем не менее, отдаете Юле выбирать, которая, по-моему, даже не слышала. — Я не слышала, я не слышала эту версию. — Вы знаете, это целиком заслуга Юли, что она отобрала Иров Шана, который, честно говоря, немножко помог. А я думал, что это другая версия. А сейчас господин Косумов «Суперблиц». — Ваше решение. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждый играет один знаток. — Нет? — Кто останется за столом? Я думаю, что все зависит от этого раунда. — От вашего решения, господин Косумов, остается... — Хорошо, сегодня играет Миша Скипский, вот он и останется. — Михаил Скипский. — Внимание, вопрос первый. — Когда мысли спутаны, когда занимаешься учеными изысканиями днем, когда беседуешь поздно ночью, когда слушаешь скучные стихи, когда принимаешь у себя воспитанных певичек, и когда принимаешь друга, возвратившегося из дальних странствий, Ирина Журенко из Пекина спрашивает, что китайский мыслитель 15 века Сюй Цзэ Шун рекомендовал делать во всех этих случаях. Тишина в зале. — Прошу, Михаил. — Пить чай. — А теперь, внимание, правильный ответ. Во всех этих случаях китайский мыслитель рекомендовал пить чай. Продолжаем, Супер Блиц. Внимание, вопрос второй. Самопроизвольно закипает и без внешних причин охлаждается. Хорошо взаимодействует с металлами 11-й группы таблицы Менделеева. Помогает снять стресс и является эффективным чистящим и моющим средством. Елена Исаева из деревни Русская Ильчакеева спрашивает, Что за создание описано в одном журнале? Тишина полная в зале. Я очень прошу. Дмитрий Арделенко. Итак, прошу вас, Михаил. — Может быть, человек, я не знаю. Человек. — Человек. Михаил, я все-таки вынужден попросить вас уточнить ваш ответ. — Ну, значит, женщина, например. Хорошо взаимодействует с золотом и серебром. Помогает снять стресс, является эффективным чистящим и самопроизвольно закипающим средством. — Женщина. Ну что ж, продолжаем Супер Блиц, Михаил. Решающий третий вопрос. Господин Авдеенко, Дмитрий. Я прошу в зале тишину. Вы из команды. И при этом разговариваете. Но это же нехорошо. Вы можете 20 секунд. Если бы вы хотели играть в Супер Блиц, сели бы. Михаил, извините. Она напоминает женщину, любящую переодеваться. Ее разнообразные наряды, из-за которых ускользает то одна часть тела, то другая, дают поклонникам надежду. Некогда узнать ее всю. Людмила Козлова из Смоленска интересуется, что Дени Дидро сравнил с женщиной. Дени Дидро сравнил с женщиной, любящей переодеваться. Лиза, с вашей точки зрения, с чем сравнил Дидро? Женщину. Возможность природы, но это на самом деле... Юля, а с вашей точки зрения? Я, честно говоря, тоже думала о природе. Господин Косомов. Внимание, правильный ответ. Дени Дидро сравнил с вечно переодевающейся женщиной природу. Но вы, господин Косомов, упорствуете. Четыре раза проиграл Скипский и все равно будет играть Скипский. 5-3 в пользу телезрителей. 90 тысяч рублей от Банка Москвы получит Людмила Козлова из Смоленска. Господа, в сезоне 2014 года команда знатоков, которая по ходу игры проигрывает телезрителям, а телезрителям осталось набрать 1 очко, то есть при счете 5, может попросить минуту на обсуждение в кредит. И если ведущий, а самое главное, господин Верхошинский, согласятся ее предоставить, то команда знатоков ее получит. Но будет обязана на один из последующих вопросов ответить без обсуждения и погасить кредит. Господин Дович, можно? Я не слышу. Да, господин Новик, прошу вас. Господин Дович, меня просто последние 25 минут гложет такая черная мысль, что я не смог сразу сформулировать в вопросе про радиоактивное хранилище версию, которая бы реабилитировала команду. Но просто себе этого не прощу, если не скажу. Смотрите, если говорить о хранилище радиоактивных отходов, то красят там его в более безопасный цвет в связи с периодом полураспада. В это время, когда распадаются опасные элементы, происходит большое выделение тепла. И при этом это именно отходы, то есть мусор. В известной мере это можно назвать мусоросжигательный завод. Я не знаю, примете ли вы эту версию, но я считаю, что просто я тебя не прощу, если я не озвучу. Сергей, я крайне рад, что вы отвечаете на вопросы. Это просто здорово, я считаю. Но уже немножко поздновато. Девятый раунд. Господин Косомов, Москва, 13-й сектор, Советск, Шадринск, Вольногорск. Бедный Вольногорск, он в команде новичков не выпал. И сегодня так маловероятно, что выпадет. Ну что, Москва, наверное, да? Москва. Против вас играет доцент Александр Исаенко из Москвы. Внимание, графики Ваннигута. Господа, посмотрите. На левом графике писатель Курт Ваннигут изобразил схему развития сюжета в рассказе Франца Кавки «Превращение». Видите, пессимистичная история такая, на любителя. А график справа Ваннигут приводит в качестве иллюстрации идеального развития сюжета успешного литературного произведения. Это произведение находится сейчас у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что же там за книга? По лестнице, вверх по лестнице, идущий вниз. Нет, Библия не может. Библия, хорошо. Это знак бесконечной силы. Но там тоже знак. Библия, кстати, да, Иисуса распяли там, например. Упал взлетел. А, кстати, Иисус, да, Библия. Библия, да. Ну и понятно, что американцам должно быть известно, потому что мы не будем современные американские писатели. Получается, упал и вознесся. Американская когетия. Американская когетия. А почему есть вот «энд»? Это бесконечная история. Это хорошо, это плохо. То есть, все хорошо. Я расскажу маленький секрет, на экранах тоже есть. Там очень плохо видно нас. Давайте, ребята, обсуждаем. Библия, что еще у нас? Какие еще версии есть? То есть, кто-то рос, 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 потом упал. Принц и нищие. Смотри, здесь не было. А это самый зайчик. А если детская книга? Нет, вот почему Кавки, книга Кавки была. Может, опять же Кавки что-то? Итак, господин Касумов, на мой взгляд, проиграть игру и при этом не взять минуту в кредит, это означает, что ваша команда не сделала все для победы. Вы будете отвечать? Я просто такой был шум, я не слышал ваших версий. Вы не слышали наших версий, господин Касумович? Нет, не слышал ваших версий. Вы будете отвечать или будете обсуждать еще минуту в кредит? Возьмете? Мы попробуем ответить. Прошу вас, Балаш. Дмитрий Авденко попробуй. Прошу вас, Дмитрий. Мы думаем, что книга, о которой идет речь, это Библия, и тут представлено как постепенный подъем, падение и вознесение. Нам это показалось схожим с судьбой, например, Иисуса Христа. Сюжет Библии? Сюжет, да, Евангелие Нового Завета. Господин Новиков, вы знаете, по-моему, сегодня команда, Сергей Новиков, я имею в виду, по-моему, даже не пытается бороться. Вот они в начале первой секунды говорят, потом ее обсуждают, им намекают, что, может быть, что-то не то, они скажут, нет, все то. Им говорят, посадите девушку, сломайте ситуацию, у вас другая игра пойдет у команды. Нет, мы не слушаем, у нас играет скипский. А, между прочим, девушка, а именно Юлия Лазарева, единственный человек, который бился в другую версию, и говорил, может быть, это господин Аскеров и господин Косумов какая-нибудь детская книжка. Нет Евангелий. Ну, может быть, детская, какая-то красная шапочка. Какое развитие сюжета такое? Все по сюжету поднимается, потом опускается и вверх. Что это за книжка? Внимание, правильный ответ. У нас за кулисами, госпожа Лазарева, посмотрите. Золушка, Шарля Перо. 6-3 в пользу телезрителей. С отсчетом 6-3 команда Балаша Косумова проигрывает телезрителям и опускается на последнее место в рейтинге команд клуба. Вот имена телезрителей-победителей. 50 тысяч рублей заработал Сергей Чивдарь из Ильичевска. Вопрос о помаске. 60 тысяч рублей Кульдеста Телегенова. Вопрос о мясе. 70 тысяч рублей Марина Торгунова из города Тюбинген. Вопрос о радиоактивных отходах. 80 тысяч рублей Анна Кирелина из села Сугаш. Вопрос об украшении обуви. 90 тысяч рублей Людмила Козлова из Смоленска. Вопрос о природе. И 100 тысяч рублей Александр Исаенко из Москвы. Вопрос о Золушке. Внимание! Сейчас будет определен лучший игрок команды. Господин Новиков, прошу. Господин ведущий, я все-таки считаю, что сегодня лучшим игроком был Михаил Скипский. Михаил Скипский, поздравляю, вы обладатель «Хрустального атома». Господин Верхашинский, а кому достанется приз за лучший вопрос? Господин ведущий, у нас мнения разошлись сегодня, но знаете, я... У кого? У круга людей, с которым я советовал. И хочется, чтобы телезрители старались, подходили к вопросам серьезно. И красивый вопрос, и не всегда вопрос только по сути красивый, но и оформление тоже часто бывает важно. И мне сегодня очень понравился вопрос из Алтая про женские украшения. 150 тысяч рублей от Банка Москвы получает Анна Еремина, поселок Сугас. Благодарю вас от Банка Москвы. Анна получит еще 150 тысяч рублей. Следующая игра весенней серии состоится в следующую субботу, 5 апреля в 23 часа на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Олеся Мухина. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...